всем привет в одном из роликов в одном из комментариев мне написали что я слишком много времени уделяю благодарностям вам дорогие зрители меломаны слушатели рок-музыки благодарств за то что вы пишите комментарии за то что вы материально поддерживаете канал я больше не буду этого делать тем не менее благодарю вас всех за то за все за это за 5 10 ну и что касается просьб пожеланий низких поклонов обращенных ко мне с тем чтобы я про ту или иную пластинку раз что-то рассказал свое мнение как правило уж я не критик никакой не музыковед а как вот что я думаю о том или ином альбоме но снова хочу напомнить что перед тем как просить показать какую пластинку посмотрите в плейлисты там очень много уже чего показано рассказано и вполне возможно что пластинка которую вы хотите увидеть она уже показана вы там ее найдете но тем не менее пластинка которая нигде не показана еще ни разу вот она элисон чейнс фейслифт первый альбом элисон чейнс столько раз меня просили уже про эту группу рассказать столько раз просили эту пластинку показать спрашивали что я про нее думаю что я про нее думаю я с легкостью вам расскажу потому что все очень просто как же там сказано у великого поэта и сладок нам лишь узнавание миг да почему я привел эту строчку из стихотворения осипа мандельштама я чуть позже расскажу так вот элисон чейнс почему-то все считают нет нет не только зрители вы уважаемые дорогие мои любимые а вообще и критики и все 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 прямо вся музыкальная пресса говорит а что такое какой-то большой четверки гранжа гранж гранж гранжевые музыки большая четверка до первым джем нирвана элисон чейнс сам да ну ну я как всегда поступаю по идиотски потому что на мой взгляд это в корне все неправильно и и далеко от истины потому что элисон чейнс это я не люблю вот этот гранж арт-рок там панк-рок вот эти все слова я уже много раз про это говорил но если говорить о похожем направлении похожем взгляде на музыку скажем так и где-то в похожести в манере игры нирвана перл джем саундгазан и скажем так stone temple pilots которых я очень высоко ставлю в своей личной табеле о рангах то это одна история условно назовем это пускай это будет гранж до пускай условно назовем до элисон чейнс это совершенно другая история за совершенно другая музыка совершенно другой подход к гитарной игре ко всему вообще включая вокал и к так называемому гранжу вот к этим самым группам перл джем нирвана sound garden stone temple pilots и еще большое количество групп менее известных я бы элисон чейнс не отнес никогда в жизни потому что достаточно просто послушать эту пластинку первую фейслифт что касается второго альбома дёрд там что-то такое похожее возникает но фейслифт совсем нет это не значит что это плохо я не говорю что это плохо но я прекрасно понимаю почему эта группа нравится ну скажем я не скажу что всем поклонникам музыки под условным названием гранж она нравится больше чем остальные группы но огромное количество меломанов даже те которые не слушают так называемый гранж очень любят элисон чейнс и здесь я опять приведу вот эту самую цитату и сладок нам лишь узнавание миг что это значит а то что элисон чейнс играет осовремененный на тот момент времени hard rock слившийся с металлом вот вот эта путаница вот это вот использование терминов она как правило уводит в какие-то психологические дебри которые заканчиваются психиатрической больницей в конце концов но тем не менее это такой металлизированный hard rock и джерри кантрол которого я очень люблю как гитариста как музыканта как автора как композитора как звукорежиссера не побоюсь этого слова это я не буду говорить что это великий человек нет это очень классный просто первого эшелона музыкант один из самых наверное интересных в тяжелой музыки джерри кантрол он всегда говорил что он вырос на тяжелом роке слушал тяжелый рок с молодых ногтей что называется тяжелый рок с молодых ногтей для джерри кантрола это что этого дзепплин black sabbath deep apple первые такие вот гранды и на этой музыке он вырос эту музыку он продолжал играть и на фейслифт дальше потом немножко пошло в другую сторону но все равно все это осталось абсолютно это абсолютно классический тяжелый рок просто свежий взгляд молодого талантливого со своим видением слышанием композитора джерри кантрола вот он так видел тяжелый рок и это я не вижу никаких уходов в музыку перл джема здесь например кстати говоря кантрол говорил или не кантрол или кто-то из группы говорил что они очень любили sound garden когда начинали играть когда еще не записали даже первый альбом и не записали даже первую пишку они очень любили sound garden ходили на их концерты и просто торчали от этой музыки а sound garden из всех групп под условным названием grunge ближе всего к классическому тяжелому року ближе всего к тому кладзепплин послушайте первые альбомы sound garden там в чистом виде просто продолжение музыки ладзепплин я очень люблю кстати sound garden поговорим об этом как-нибудь и контрол здесь выдал классику тяжелого металлического рока и ближе всего это классика к black sabbath неудивительно что контрол играл в группе пози осборна потому что некоторые ну потому что это родство душ это родство душ музыкальных это примерно похожий взгляд на музыку на мелодику в основном например песня it ain't like that вот здесь ее мог спокойно петь оззи осборн мелодика просто взята из песен которые пел осборн но периода как раз периода золотого периода black sabbath как как я считаю то есть это первое там несколько альбомов первые шесть там скажем да black sabbath сози осборн и мелодика прямо оттуда вот it ain't like that все мелодические переходы все построение выход на длинные ноты вот это все это в чистом виде просто клай классика хард-рока классика тяжелого рока и никаким так называемым гаранжем здесь вообще не пахнет даже близко это чистая black саббатовщина переработанная контролем никакой не плагиат конечно не эпигонство но просто в том же русле движение очень похожа саншайн песня она отличается уже но она ближе к к традиционному на тот момент времени металлу недаром или сэншайн сыграли с мегадет там и с экстрим и со всеми вот этими вот которых я не люблю кстати говоря но похоже на у контрола лучше получалось извините бронхит какой-то но это не важно получалось лучше и интереснее то же самое можно сказать о confusion произведение удивительная песня i know something about you какой-то дикий фанк одна из любимых наверно песен моих с этого альбома хотя я очень редко слушаю эту пластинку это слишком для меня как так как парадокс это с одной стороны музыка свежая в сторону так называемого гранжа да а с другой стороны она слишком какая-то традиционная но вытаскивает здесь все я скажу что вытаскивает почему мне это все-таки нравится i know something about you дикий истеричный фанк какой-то тяжелый примерно то что играли там guns and roses на первом альбоме тоже с элементами фанка бешеный такой тяжелый рок очень все неплохо и очень веселит очень бодрит real thing последний номер это очень кайфовый кайфовый кайфовое блюзовое начало чисто блюзовая какой-то превращенный потом в какой-то арт-рок просто настолько извращенный блюз настолько изломан переверчен перевернут что очень интересно очень хорошее музыкальное мышление конечно у контрола почему все время говорю о контроле потому что этот альбом как вы наверное знаете полностью был сочинен записан в виде демо джерри контролем и когда группа пришла в студию все уже было практически готова весь материал был готов написан прописан включая запрограммированные барабаны барабаны в те годы можно было легко уже программировать потому что куча драм-машин бытовых и профессиональных существовал и дома все это можно было настучать на играть и записать запомнить включая вокальные линии придумал контрол и гармонии вокальные придумал контрол и все это очень здорово так вот кстати i know something but you песня предпоследняя там замечательные вокальные дела ближе к концу там вот этот бешеный фанк и казалось бы кажется что больше ничего не будет и гитары рифы соло и потом вдруг на на этой крутизне вдруг вокальные гармонии такие пошли сзади сверху сбоку очень круто очень круто ну а все остальное это я уже говорил просто хардятина в лучшем виде выда янг сразу бьет по мозгам сразу диким по диким въездом гитарным где-то я читал что контрол просто этот риф придумал во время репетиции просто так чтобы пошуметь что-то у него импровизационно получилось а потом риф лег в основу этой песни man in the box здесь конечно развернулся line стиль 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 со своим этим вау 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 вот эта вот штука песня стала очень популярной хотя мне она не очень нравится я не знаю почему она какая-то такая какая-то не знаю уйда янг мне нравится как как гораздо больше всего в ссору третья песня она мне не нравится совсем то есть в каком смысле не нравится эта песня эту песню могли написать музыканты группы kiss и сыграть его на первом втором и третьем альбомах кстати kiss очень недооцененная группа как музыканты очень недооценены все четверо там все в порядке с с игрой с пониманием со всеми делами просто группа самого начала хотела быть похоже на rolling stones у них не очень получалось и они пошли другим путем но вот с его в ссору она просто из репертуара группы kiss очень хорошо правда сыграна очень хорошо записано очень зверски но тем не менее ничего такого свежего нового я здесь не услышал bled the freak поражает своей ладзепельностью с самого начала с первых гитарных нот a can't remember туда же а love hate love love hate love я обожаю эту пьесу она длинная безумная псевдо восточная какое-то начало такое и уход в абсолютную музыкальную шизофрению она развивается хотя она вся держится там на этих там двух-трех аккордах но случаются модуляции куда-то уходит в другую сторону и она развивается как независимо по моему от композитора она какая-то прекрасное произведение тем как и кино когда снимает режиссер хороший кино в какой-то момент начинает жить своей собственной жизнью уже независимо от режиссера и режиссер идет просто затем как развивается картина здесь тоже самое love hate love love hate love такое ощущение что песня песню начали играть сочиненная до заранее а потом она куда-то сама понеслась куда-то в другую сторону фальшфинал грандиозный какофонический гитарный удивительный потом опять продолжение песни коротенькая просто замечательная штука замечательная но sunshine я уже говорил не очень меня впечатлила честно говоря pull you pull put you down тоже немножечко похоже на guns and roses но можно простить потому что что все это вместе все это происходило вокруг все это все слышали похоже это не значит что прямо вот сперта ну а а качество записи качество гитарной игры качество звучания здесь столь великолепно что только ради этого в эту пластинку можно и нужно если вы играете на гитаре где-то в группе нужно слушать конечно обязательно потому что здесь записано так с такой фантазии и контрл приложил столько усилий столько творчества к записи сколько наверное прикладывала группа the битлз при записи альбомов револьвер и сэджент петерс петер точнее по по фантазии работы в студии это можно сравнить конечно с революционными пластинками группы the beatles столько он накрутил наворотил столько на придумывал всего столькими усилителями себя обставил столько гитарных партий записал что с ума сойти ну об этом я наверное поговорю в следующий раз когда все-таки вынудили меня показывать эллисон чейнс и конечно до пластинки дёрд мы дойдем дёрд хотя я еще раз говорю что никаким гранжем здесь конечно так называемым здесь даже и не пахнет вообще просто группа из сетла просто играла вместе со всеми звездами гранжа но играла она в основном с мегадетами и с экстримами и с прочими прочими вот этими металюгами а просто ну просто вот вместе все это происходило в том же самом сером суровом городе светле поэтому называется гранж вот и вся моя песенка еще не спета пойду пить и вспомним послушаю еще раз пластинку дёрд пока